Всем привет, с вами Алис Канабериллаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и дело в ее токтоклизмах. Начинаем с Атлантики. Здесь в центре Атлантики мы видим такой циклон с довольно-таки мощным хвостом, который опускается вниз, сюда до островов Кабоверда практически доходит. Смотрите, даже заворачивается сюда до Карибских островов, прослеживается хвост. Ну а Западную Европу мы видим, здесь опять попала во власть циклона, дожди льют практически бесконечно, причем периодически довольно-таки интенсивные. Там, допустим, были сообщения, что в Чехии, в Словакии, в Словакии там за 15 минут, там партизанский населенный пункт, так называется, за 15 минут вылило столько воды, что затопило все подвалы. Ну вот так он раскручивается, видно, что влияние есть и на Британские острова, но в основном это, конечно, Франция, Германия, Север Италии, Швейцария, хвост доходит в Восточную Испанию и Северо-Западную Африку. Вот мне интересно, в последнее время что-то вот эта вот система над Сахарой висит практически постоянно, мы наблюдаем, да, вот это вот как отрывки хвоста, либо это самостоятельная система. Необычная, необычная для Сахары такой, вот смотрите, как сейчас сверкает на Ближнем Востоке, здесь тоже циклон находится сейчас в Закавказе, то есть это восточная часть Турции, получается Кавказ, Каспий, Ирак, Иран. И вот здесь на Ближнем Востоке прямо сейчас в прямом эфире была вспышка молнии. Так, циклон находится здесь над странами Балтии, получается и Швеция, и Дания, заходит даже Беларусь и Запад РФ влияет. Но вот больше всего сейчас, конечно, некомфортно жителям Восточной Европы, потому что мы видим, что здесь между двумя циклонами получается такая ложбинка, да, и туда вот прямо стремляется такой холодный воздух из верхних слоев атмосферы, и очень-очень холодно. Да, и даже по облачности видно, да, то есть она такая ячеистая структура, вот когда вот эта ячеистость появляется, тут говорят, что холодно вообще. Ну вот и сообщение, что 4 мая были побиты суточные рекорды в Вологде, минус 6,5, в Рыбинске, минус 3,2, в Ветлуге, минус 4,9. Так, ну ладно, буду называть просто города Владимир, Коломна, Тула, Рязань, Ульяновск, Орел, Тамбов, Пенза, Ижевск, Елабуга, Воронеж, Балашов, Саратов, Урюпинск, вот так. Причем Урюпинск довольно-таки южный город, и там было минус 3,6, да, то есть очень-очень холодная погода, не по сезону. Ну вот из Камышина, пишет юзер В4, в Камышине, это Волгоградская область, под утро ожидалось 0 градусов, да, ну, скорее всего, у вас были заморозки тоже. Так, а вот Ольга Шаламова, интересно, она как раз в Телеграме сбросила видео от 1978 года, это граница Кировской области, Татарстана, и там как раз был 1 мая, и выпал снег. И вот в Казани тоже снег, люди такие грустные, холодные и пасмурные. Ну вот видите, все больше и больше параллели происходит между 70-ми годами, концом 70-х и этим годом, и как раз там тоже были всплески жары такой непонятной, да. Сейчас это жара в основном в Восточной Сибири, Алтай, Восточный Сибирь, поэтому направление идет, по идее, да, она должна быть и в Европе, но вы видите, в Европе совсем другие процессы, а на Цахаре вообще какая-то облачность, там на Ближнем Востоке тоже непонятные процессы происходят. Так, вот дальше продолжает Ольга. Ольга. Юзер КД6 пишет, спасибо, три сердечка, благодарю вас. Так, Юзер ХП4 пишет, ага, Воркута, как всегда, в холоде, Арктика то только себе не изменяет. А у нас сугробы еще выше головы, снег сегодня. Ветер, правда, умеренный, и мороз еще держится от минус 12 до минус 15. Тепло, наверное, только в июне придет, и то не факт. Да, вы знаете, это не только у вас холодно. Я вот смотрю по Альпам, Швейцарии, да, мы раньше в это время уже практически не испытывали ограничений, там вовсю уже бегали, ходили, а сейчас практически по зимнему варианту, потому что там больше метра снега, на высоте выше полтора километра. Так что вот так вот. Юзер М9 пишет, не завидую вам, привет от Южного Урала. Спасибо вам, также большой привет. Виталий Мишталюк пишет, спасибо, в Ижевске снег с крупными хлопьями, а в Полтаве солнечное тепло, на ночь предупреждение из-за заморозков на грунте. Вот так вот. А Оксана Шученко пишет, благодарю, Алекс. Женя 86 писал, спасибо, у нас в городе Сургут ночью было минус 12, сейчас минус 1, завтра снег утром будет. Марсия пишет, в Когалыме еще холоднее. Ну да, вот есть чем помериться морозами. Александр из Казани пишет, 3 мая утром было минус 1, плюс 1, дождь со снегом, днем плюс 6, ночью минус 4. Да, такая неприятная погода с перепадами температур наблюдается. Ладно, давайте посмотрим дальше, чуть южнее. Ну, смотрите, наконец-то прочистилось на Аравийском полуострове, да, и в Арабских Эмиратах. А то вообще было как-то необычно видеть, что в Эмиратах там постоянно происходят осадки. И как раз об этом пишет юзер М2. В Дубае я хочу рассказать про смену климата в Дубае. В середине мая, по начало апреля в среднем выпадает 2 мм осадков. А в этом году выпало 14 см, в 70 раз больше среднего. В Дубае температура держится на 5 градусов ниже среднего. В Саудовской Аравии за 2 недели было 3 шторма с ливнем. Вода испаряется и выпадает снова в виде осадков. И забыл уточнить, это не искусственный дождь, а климат Дубая становится более мягким и влажным. А вы знаете, это вообще такое ощущение, что сейчас климатические пояса не поднялись на ту высоту по широте, имею ввиду, да. Не сдвинулись к северу, как они должны были быть. То есть, смотрите, мы видим, что вот эти все явления в Средиземноморье происходят. То есть, здесь на Ближнем Востоке сейчас гроза, в Сахаре, в Саудовской Аравии, в Эмиратах. Это же более характерно как раз для раннего начала весны, для мартовской погоды. Не майская, а мартовская. И смотрите, здесь даже вот сейчас вот циклон находится, там Багладеш, мы видим, как над горами тоже вот это висит. По идее, здесь должен быть антициклон уже, то есть, должна быть прекрасная погода в настоящий момент. Но это не так. Здесь вот еще циклончик на северо-восток от Каспия в Казахстане находится. И вот смотрите, что происходит. Здесь циклон находится в Центральной Сибири, даже ближе к Восточной. Выпускается через Алтай, хвост и до гор Центральной Азии. И под ним вот сюда вот происходит вынос тепла в сторону Восточной Сибири, в сторону Якутии. Так что здесь ясная погода, видать, и прямо вот видно снежные поля, судя по всему, это не облачность, а именно снег на Чукотке, в Магаданской области. Ну, в Магаданской области здесь есть над Охотским морем облачность, плюс здесь подобие слойки. Циклон сейчас находится в Корее, Приморье и Японии, да, вот это довольно-таки мощный циклон в настоящее время. Да, и вот Афганистан, о чем я как раз предупреждал, наконец-то дошли сообщения, долго идет, то есть происходит там и гибель людей, и разрушение домов в результате снегопада в провинции Бадакшан, Паншер, Казни, Майдан-Вардак, Пакти, Бамиан. Многие граждане считают снегопады в этом сезоне редкими, говорят, что снег, вызванные наводнения, повредили, наверное, в этом регионе имели в виду, повредили их посевы и фруктовые деревья. Да, но это все равно то же самое, что и вот Южный Урал на выходных там произошло, да, Свердловской области, там много населенных пунктов остались без света, полный паралич передвижения практически был, да, то есть все довольно-таки серьезно. Так, юго-восток Азии мы видим здесь сейчас мощные такие грозы проходят, да, это и Таиланд, и Вьетнам, и Южный Китай здесь никак не отступает, Восточная Африка тоже здесь вся в грозах, здесь высадка, штурм вот этот Хидая был, видите, он все-таки рассыпался, ну хотя бы вот дошел до Замбии, да, не дошел, до Ботсваны, но Замбию хотя бы, да, вот здесь видно слегка оросил, да, рассыпался, но Танзания там боролась с этими наводнениями, Кения там разрушитель наводнений и оползни, а общее количество погибших достигло 228 человек, довольно-таки серьезные последствия в этом году. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас в Южной Америке, здесь, смотрите, как ни странно, опять Уругвай, Южная Бразилия, здесь находится сейчас такой мини-циклон, и он проливается, еще и гремит, еще и сверкает, да, то есть все вот эти Рио-Гран-де-Зул, и Санта-Катарина, вот эти имена мы слышим уже, наверное, полгода, там бесконечные потупы в этом году, реки там поднялись просто до нереальных значений, больше 30 метров глубины. Так, на севере Бразилии тоже есть сегодня грозовая активность, но это нормально, реальный пояс, так же, как вот Колумбия, сейчас выкает Венесуэла. И опять мы видим в Америке, опять мы видим здесь мощную штормовую активность, но немножко восточнее от Великих Равнин, уже ближе к Адирандаку, это Миннесота мы видим, Алабама, и, да, мы видим сюда выходит Мексиканского залива, плюс вот здесь вот в Дакотах тоже мы видим гроза, и вот это по Великим Равнинам, здесь мы видим осадки, которые происходят. Так, вот Ольга Шаламова пишет, в Техасе тоже пасмурно, совсем не жарко, действительно холодная весна нынче. Вот видите, получается, что по всему земному шару, по крайней мере посеянному полушарию, точно мы видим вот эти вот аномалии, да, и как не пытаются накрутить, что там рекорды, там что-то рекордно теплый какой-то год, нет, получается гораздо прохладнее в среднем. Просто происходят выносы очень мощной жары, распространяются длинные хвосты циклонов, ну и ветры в них. Так, ну циклон находится здесь, восточный Гудзонов залива, свой хвост на восток Канады распространяет, немножко северо-восток США, на Аляске есть западная Канада, вот здесь тоже такая облачность. Давайте посмотрим осадки, ну вот запад Северной Америки мы видим, много осадков, здесь циклон как раз находится, Гудзонов залив, здесь большие осадки, и вот Теннис, Алабама, по этой линии мы видим там сильные грозы. Ну вот видите, какой кошмар происходит, вот здесь вот это Северная Аргентина, Уругвай и Бразилия, как раз в этом секторе, очень мощные грозы, осадки большое количество, то есть опять там реки будут прибавлять, только Южный Чили, вот здесь Аргентина, тоже Южные осадки. Ну и смотрите, как антициклон встал над Южной Африкой, да, конечно он не пускает сюда никакие циклоны, вот они, хвосты рядом вроде проходят от Антарктиды, но одна надежда, что эти хвосты все-таки сдвинутся как-то, да, с течением времени, ближе к июню и достанут все-таки до этих регионов. Юго-Запад Австралии и на Востоке здесь дожди, вот в Австралии в этом году осадков достаточно, знаете, в Восток Индии здесь какие-то ячейки, Юго-Восточная Азия мы видели, да, Южный Китай активность, видите, в горах все еще никак не прочистится, все, снегопад, то же самое в Центральной Азии, вот здесь Примория, Япония, тут Сахалин, Курила тоже активность, да, вот за Кавказе, Кавказ, вот циклон сейчас находится, по Волжьим, соответственно, будет сдвигаться к Уралу, да, видно, Екатеринбург, вот с южной части его такие более-менее теплые, высокие температуры, относительно, конечно, нуля, но вот за ним там вообще около нулевые температуры, и снег, смотрите, снег, скользкий полуостров, Архангельская область, Кировская область, циклон сейчас проливается над Балтийским морем, и вот здесь восток Франции, так, давайте смотреть, что нас будет ждать сегодня ночью, какие интересные моменты, ну вот дожди будут через всю Германию, Чехию, таким вот хвостом, от Балтики будет до Поволжья, вот такая полоса циклона, этот циклон, что-то не хочет уходить в Азиатскую часть, так как Руц вот здесь вот рядом с Уралом, циклон находится, получается, северо-запад Якутии, хвост идет сюда, в сторону Алтая, будет находиться, ну и непогода вот здесь выйдет из Приморья, в сторону Сахалина и Курильских островов, давайте завтра посмотрим днем, какие процессы, так, завтра циклон на западе ИРФ будет, хвост проходить будет через центр Украины, в сторону Румынии, в сторону Словакии, вся Западная Европа будет в дождях, по Северо-Восточной Европы здесь будут осадки в виде снега, и вот этот циклон, он движется тоже не на восток, а в сторону Северного полюса, в сторону даже Таймыра на продвижение, здесь пойдет по Курилам в сторону Камчатки, вот такая вот активность ожидается завтра, в США здесь на Великих Равнинах будет непогода, ну в общем-то все, можно переходить к разбору температур, ну вот видно, да, сейчас Лажбинга как раз вот идет восточнее Лажерского озера и направляет сюда в Поволжье, и здесь ветер такой северный и заток холодного воздуха, с другой стороны здесь в Восточной Европе, на Юго-Западе, в Восточной Европе, такая тавтология получается в Центральной Европе, Балканы, здесь хорошие температуры, прям все прекрасно, вот юзер М2 пишет, Минск плюс 21, и ясно комфортная погода, да, прекрасно, так, и вот юзеры МО8, ура, все едем в Минск, переждать непогоду, ну кстати, хороший вариант, да, такой прекрасный, юзер БИ-5 пишет, благодарю, Алекс, сегодня бегал вокруг Ерила, ой, опять оно резвится, и три сердечка, спасибо вам большое, юзер М2 пишет, здравствуйте, спасибо за обзор, в городе Муром, Владимирской области, 5 мая на Пасху состоялись ливни и даже грозы, несмотря на холодную погоду, температура максимально была плюс 11, во время грозы налетел шквал, да, вот это вот опасно сейчас, как раз вот шквалы, сильный ветер, это, да, сейчас такие явления, они малопредсказуемые, юг РФ, здесь тоже такой затоп тепла происходит, даже, смотрите, со стороны Балкана, этот раз, не со стороны Африки, со стороны Балкана, и немножко Западный Казахстан, а вот Центральная Азия как-то очень скромно, с теплом, да, здесь только Туркменистан, Узбекистан, прилегающий район, и Казахстан, смотрите, дальше и на северный это не идет, здесь вот идет, так, Ламакан уже, Алтай, Монголия, окрестности Байкала, сюда заходит тепло, давайте почитаем, так, юзер, вот ВХ2 пишет, на юге Урала 0 градусов, обещают мороз до минус 5, ну, так вот все и состоялось, да, в соответствии с прогнозом. Алексей Покровский из Иркутска пишет, Алекс, спасибо за обзор, при Байкале 30 апреля днем была хорошая погода, температура стояла плюс 22 градуса, а в районе 17-18 часов поднялся сильнейший ветер до 20 метров в секунду, который поднял большую пыль, видимость была в пределах 30 метров, следом пошел дождь, который перешел в снег, температура упала до минус 2 градуса, ну, ничего себе, смотрите, плюс 22, упала до минус 2, сразу 24 градуса. 1 мая утро было солнечное, к обеду стало пасмурно, температура весь день держалась в районе около 15 градусов, а снега к утру практически не было, только в теневых местах, ну и грязь, куда же без нее после осадков. Ветер наделал много бед в южных районах, по северным районам его не было. На Байкале порывы были до 27-30 метров в секунду, в горах были снежные и каменные сходы, много ломаных деревьев, вот такой вот был канун праздника у нас. Всем здоровья, мира добра и меньше ураганов, наружных и внутренних, лайки и сердечки. Спасибо вам большое, очень добрый и оптимистичный комментарий, как всегда, от Алексея. Так, смотрим теперь за Байкале, здесь тоже тепло заходит на Амур, приходит тепло. В Якутии у нас поднимаются температуры, да, видно, что весна практически идет сюда, да. Побережь северного летает океан, а холодок остается вот в Магаданской области и Чукотка, Камчатка, этот регион. Так, ну немножко в Китае тоже прогрелось, правда на юге здесь мощные осадки. Индия потихонечку прогревается, давайте посмотрим, какие сегодня температуры. Ну вот, плюс 41, вот пошло, да, там 40 плюс, 41, 41 практически везде. Так, ну вот, подходит к норме сезона, теперь будет прожаривать там несколько недель, а потом, по идее, должен прийти муссон и станет полегче. Ой, смотрите, что это южный остров Новой Зеландии, так немножко стало подмораживать, немножко прохладно на юго-востоке Австралии. Так, смотрите, как холодно у нас в Северной Америке, в Канаде здесь у кого-то зона залива, по западу сюда опускается, на западе США, смотрите, даже в Мексику затекает холод, как-то очень задержалась, да, теплая погода в этом году. Ну вот, по великим равнинам поднимается сюда в Канаду, хоть какой-то несет плюс, давайте глянем, ну, тут плюс 5, плюс 9, плюс 11, даже есть такие температуры, даже доходят до Аляски, но пора уже, пора, уже время. И все это, смотрите, идет со стороны Мексиканского залива, то есть такое ощущение, что это не свое тепло, да, которое вырабатывается местно, а это вот такое заимствование с Мексиканского залива. Вы смотрите, как холодно в Южной Америке, это что-то какие-то прям суровые температуры, здесь минус 9, минус 7, минус 8, даже на побережье, смотрите, Атлантического океана, здесь минус 2, на таких уже широтах, это не рядом с Антарктидом, причем, смотрите, рядом с Антарктидом здесь даже теплее гораздо, здесь плюс 2, плюс 4, а здесь минус 2, и поднимается сюда вот чуть ли не в сторону Буэнос-Айреса все это холодная такая система. Да, Южная Америка что-то дает сейчас холода. Так, ну, в Африке вроде бы все хорошо, там антициклон завис, единственное, что у них осадков нет, а так без проблем вроде бы. Давайте посмотрим, какие у нас сегодня ночью процессы будут происходить. Вот, зато холода будет происходить в Поволжье, Южный Урал, ну, а здесь закроет циклон, и поэтому холод не проникнет ни в Беларусь, ни в Украину, в Запад РФ здесь будет под защитой. И, смотрите, даже Каспию, здесь протиснется холод, Каспию даже будет ощущаться на Кавказе, в Турции, здесь прохлада в Западной Европе будет прохлада, тепло практически будет только вот в Центральной Азии, сюда вот в Западную Сибирь будет занос тепла происходить, да, а в Центральной Сибирь наоборот, здесь в сторону Алтая также будет прохладно, немножко теплее будет в Восточной Сибири, Забайкалье, Якутия, да, сюда и на Чукотку даже вынос тепла происходить будет. Давайте завтра днем посмотрим, какие процессы. Не идет тепло на север, смотрите, только в южных регионах, вот Молдова, юг Украины, юг РФ, запад Казахстана, в южном Казахстане тепло, да, только исключение сюда вот в Сибирь, перед циклоном заток теплого воздуха происходит, и немножко вот в Забайкале, в Якутию тоже. В Европу потихонечку здесь антициклон подкатил и немножко получше станет, да, немножко потеплее, но хотя бы так. Смотрим теперь Северную Америку, здесь опять резкий перепад температуры будут, смотрите, здесь завтра холод дойдет опять на границе с Мексикой здесь, в Техас проникнет, да, как раз будут перепады резки Техас, вот здесь Оклахома по Великим Равнинам, и циклон здесь будет, поэтому можно ожидать опять мощную грозовую активность. Но с другой стороны этот же циклон затягивает сюда вот через Великие Озера, на север тут еще один циклон затягивает чуть ли не до северной Канады, вот такой вот поток теплого воздуха, а на побережьях, что на западном, что на востокном, на восточном довольно-таки холодно. Давайте посмотрим теперь 11 мая, так заглянем на субботу будет, что здесь тепло будет в Западной Европе, здесь антициклон встанет рядом с Данией, прохладно будет в Восточной Европе, но без вроде морозов, то есть будет циклон находиться и даже заток, вот будет тепла в сторону Урала, Сибири, ну вот из Центральной Азии как-то тепло не спешит пока вырваться, вот чуть-чуть вот сюда в сторону Алтая, в Восточной Сибири происходит, произойдет вынос тепла и довольно-таки хорошо будет на Дальнем Востоке. Ну а с вами был Алексей, канал Береги Лапши, отличного упражнения! Субтитры создавал DimaTorzok